И вообще художник смотрит на окно не совсем обычно, не как обычный человек. Мы, как студенты, как будущие художники, должны учиться на все смотреть с точки зрения художника, то есть с точки зрения живописи. Мир за окном – это в какой-то степени художник смотрит на мир за окном как на состояние души. Вот если у художника настроение радостное, приподнятое, и пейзаж ему кажется таким же, и наоборот, если очень грустно, и художник подмечает все вокруг как что-то более спокойное, грустное, по колориту. И также, когда мы смотрим на вид из окна, пейзаж из окна – это уже как бы своего рода картина, потому что окно – оно как рама для того, что мы видим внутри. И в целом, вид из окна – это уже как пейзаж из окна, потому что окна – это как фрейм. И одна и та же картина, то есть один и тот же пейзаж меняется на протяжении дня в зависимости от освещения. То есть мы видим перед собой и раннее утро, и дневное освещение, меняется освещение, меняются изображения, контрасты, цвет, силуэты. То есть состояние зависит и от времени дня, и от время года состояние за окном. То есть, по сути, мы всегда имеем перед собой какую-то определенную картину. И для нас, как для студентов, очень хорошая возможность попробовать, еще не выходя на пленэр, но писать пленэр. Конечно, вы скажете, ой, я не знаю, что у меня завит из окна, что там интересного. Я не понимаю, что там писать. Как бы не всем повезло иметь из окна вид на горы, на море. И в данном случае мы все в Флоренции, и у нас за окном в основном архитектура. Obviously, not everybody is lucky enough to have gorgeous mountains or the sea outside their window. So, most of us live in Florence, and you will see outside just general architecture. И я подготовила сегодня для того, чтобы вам было легче понять, как компоновать в формате это задание. Как закомпоновать, как что писать, как различные другие художники. То есть, мы рассмотрим примеры, в которых другие художники пытались написать окно и пейзаж за окном. So, today I have prepared some examples of how other painters solve this problem. So, what they paint, what kind of composition they use, etc. Let's look at some examples. Задачи будут оставаться такие же. Надо создать определенный колорит. So, in general, we are solving the same problems. You have to create the right coloring. Понять в целом, какой это вид, теплый, холодный, какое освещение, есть ли контрасты, нет контрастов. Understand the warmth or coolness of the lighting and create the right type of contrast. Постараться закомпоновать со всеми принципами композиции, которые мы с вами уже обсуждали. То есть, количество пятна, небо, архитектуры, земли. So, try to build your work in accordance with the compositional rules that we have already discussed. So, you need to carefully plan the size of the spot, of the sky, of the ground, of architecture. То есть, в этом задании мы тоже тренируем наши навыки. Перед выходом на пленэр мы потренируем наши навыки. У нас не будет возможности, ну, увидеть, вот когда мы попадем на пленэр, у нас будет вокруг, вокруг нас 360 градусов, пейзаж. А здесь мы будем ограничены нашим окном. И эта задача, вернее, вынужденное ограничение поможет нам потренировать наши навыки композиции. So, once again, the goal is to practice before we go to an actual planner session, because actual planner is quite challenging. You will be surrounded from all sides with scenery, and you need to decide what to paint. Here, you are still limited by the window, by the frame. То есть, у каждого из вас есть определенное окно, определенного размера, и вы сможете потренировать вот уже в заданной рамке, это будет уже как наша рамка, видоискатель, окно. Вот, вы должны попробовать закомпоновать это в формате. So, in essence, the frame of the window is your viewfinder for this exercise, and you need to try to look at the scene outside your window, it can be some objects close to you or far away from you, and you need to find the right composition for them. Советую сначала поделать зарисовки композиционные, не сразу брать формат и писать. Сначала сделайте карандашные эскизики, как лучше расположить. I recommend to create multiple pencil sketches before you move on to your final canvas, because you do need to try different combinations to see what works best. Чтобы понять, какого размера сделать, выбрать формат композиционный, что вы туда сможете включить в эту композицию? So that you get a chance to decide what format you want to do, and what you will be able to include in that format. And by choosing the best sketch out of the ones you have made, you will be able to start your work. Try not to go with too large format, so the maximum recommended size is 30 by 40. And not very small. For example, 10 by 15 is too small. You do need to go a bit bigger than that. But not too small either. For example, 10 by 15 is too small. That's just a sketch. You do need to go a bit bigger than that. So now let's move on to the examples where I will explain why exactly I am showing you this painting, and what you can learn from this example. So now let's move on to the examples where I will explain why exactly I am showing you this painting and what you can learn from this example. Well, let's start with a very successful view of the window for Florence. Here is an example of probably the most successful, the most fascinating view of Florence out of the window. This is actually a self-portrait of the painter, so she is painting herself in the process of painting near the window. Here we see a symmetrical composition, a centralized composition. We see a figure in the center, and it is asymmetrical because the window is opened at the same time. We see the frame, the distance, not the frame, but the distance. I don't know how to tell you. It is opened at the same time. So the composition is asymmetrical. So we see quite a centralized symmetrical composition here. So not only is the painter in the center, but also the windows are open very symmetrically. We also see a aerial perspective in action. So the architecture is painted very softly tone-wise. We see that the image of the painting in the painting is more dark in the tone. And the image of the landscape, which is in the perspective, we see even the mountains in the corner, is more light. Also, pay attention to the fact that the reflection in the glass of the window is slightly darker than the scene itself. So compare the buildings in reality versus the reflection. Here's another example. Here's another example. Here's another example. Another gorgeous beautiful landscape. And maybe some of you are lucky enough to live in a place where you do get a view like this, a very high up view onto Florence. Here we see a completely different compositional solution. Here we see a completely different compositional solution. The landscape composition is shifted to the right. And we see the character of the interior design. We see the character of the interior design. We see a drape on the window. We see a vase with flowers and a cup. Here's another place. Here's another景色. If we see a darker light in the first pence, we see a more yellow-colored night. So the mood is completely different. So in the first one, we saw a grayish-silverish morning. Here we see a different color of the light. But here the colors are quite bright and lively. So here we see the building outside the window very close to the other. So it's located directly opposite the window. We see a little bit above the sky. And in general, the whole landscape is the architecture. Just a little bit of the sky up there. But mostly we see the building. In front of us, there is also a nature-mort, that is, the entrance to the picture. And we see the flowers on the windows. Once again, we see some elements of still life on the foreground. So in this case, it's some potted plants. The painter had a bit more complex problems compared to previous examples. because you can see some of the architecture through the drape. The drape is a bit transparent. And he was painting it very lightly. So here's another example. This one has quite a geometrical foreground. This is a fragment of the window. This is a fragment of the window. This is a fragment of the window. This is a fragmentary composition. So we do not see the whole window. We only see a part of it. It's very It's a very tight color. It's a very tight color. It's a very tight color. Существует даже некоторый контраст, вот за окном зима, холодно, а здесь на окне кусочек лета. И есть определенный контраст в композиции между вентиляем, холодным в окне и в окне льдах в окне. Вот следующий вариант такой, совершенно другой ракурс окна, вы видите окно в другом ракурсе, с угла. И вид из окна очень обобщенный, там мы видим просто какой-то куст осенний. Ну, художника вдохновила художника на написание, это вот эти солнечные зайчики, красивые на ставнях, на окне. На подоконнике прилетел лист, вот эти вот рефлексы от, может быть, дождя, мокрый подоконник. Интересная зоописная задача. Но композиционный проблем, который художник пытался решить, был действительно очень интересным. Так что, понятно, что он изменивался, это рефлексное лето, например, солнце на стене, или рефлексы на дверей. И тут, в общем, написано очень широко, большими мазками. Задача была показать вот именно вот этот вот осенний ветер, прилетевшие листики, один вот зацепился за окно, другой лежит на подоконнике. То есть, все работает на то, чтобы изобразить идею, которую закладывал сюда художник. Вот несколько покажу в такие фрагментарные композиции, когда окно, смотрится, входит не целиком фрагментом. Вот здесь мы видим такое старинное окно. Здесь тоже зима, но здесь изображение очень контрастное. Зима уже, которая на границе с весной, то есть мы видим вот птичку, которая в углу клеёт какой-то кором, видимо. Вот кормушка висит на окне. Мы видим часть стены, очень тёмной, деревянной, такой старинной стены. И на фрагменте мы также видим стены, внутри дома, которая тоже выглядит довольно старым. И как художник неравнодушно рисует деревья, следит за характером силуэтов деревьев. И художник обращает много внимания к характеру силуэтов деревьев. То есть, когда мы пишем вид из окна, мы также внимательно относимся к тому, какими деталями мы можем оперировать, деталями мы наполняем нашу картину. И так же художник не просто списывает то, что видит в окне, а старается сесть или встать, или отойти с разных сторон, чтобы найти наилучший ракурс того, что он видит. Дерево или дом, чтобы не вот просто вы прямо встали перед окном, а нашли позицию, лучшую позицию по отношению к виду из окна. И художник не просто сидит в двери и копирует то, что он видит, но он смотрит на лучший уровень. Так что они могут идти на левую, на левую, ближе, 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 просто найти лучший уровень. То есть вы здесь тоже действуете как режиссер. То есть вы действуете как режиссер? Вот такой обобщенный, немножко стилизованный вид из окна. Здесь есть очень простой, элементарный дом, очень скучный, сказал бы зритель. Но здесь тоже интересное пластическое решение пятен. Но пластичность в этой композиции стилизовая. Угол с которого художник смотрит на это окно. Темная рама на светлом фоне, светлая рама на темном фоне. Задействует отражение в окне этого дома. То есть композиция очень формально по пятнам очень крепко сидит в формате. и хорошо расположены пятна. Формально, это пластик имеет очень правильную композицию, очень солидную. Вот такой вид из окна, очень удачный, потому что здесь художнику повезло, есть перспектива, которая в архитектуре, улица, то есть окно выходит прямо на улицу, которая выходит перспективу. Видно даже фигуры, которые идут по улице. Идет дождь и вот этот весь колорит, цветовое решение нам показывает состояние дня, состояние природы. И композиция тоже такая фрагментарная. Здесь главное пейзаж. Не интерьер, а пейзаж. И вот мы видим, сколько каждый художник вставляет сверху, снизу, сбоку расстояние стены, как он обыгрывает это в тоне, решает это в тоне. Обращайте внимание на распределение тона на самой раме. Если художника нужно, он делает более темный силуэт, если нужно обратить внимание только внутрь. А здесь мы видим, как очень хорошо художник владеет тоном. Мы видим окно, но мы не видим его точный силуэт. То есть тональные пятна растяжка тона на раме от темного к светлому, блики на подоконнике. Все это создает очень тонально интересное пятно. То есть каждый художник старается не просто взять одну фраску и начертить раму, а изобразить живописными средствами, создать живое ощущение окна. Оно же в разном освещении, в разном контексте. Оно не может быть просто взять и одной краской выкрасить всю раму. Вот это хороший пример, как пишется живописными средствами. Видео из окна. Вот такой вид из окна. Кто-то живет, видимо, рядом с парком или с лесом. И видно весна, такая насыщенная букет цветов, окно открыто. И здесь есть еще один пример природы. Мы видим лесу или парк на улице. И мы видим букет цветов в окне. Очень красиво тоже решено. Подоконник более темный, совсем немножко белых бликов. И самый яркий свет, плоский, сбоку слева на раме. То есть решение окна как рамы, в которой видна картина внутри, пейзаж, она решена более плоско, более обобщенно. Найдены силуэты, более четкие пятна тени, пятна света. Вот мы видим, как меняется формат в зависимости от идеи художника. Мы видим, как меняется формат в зависимости от идеи художника. Мы видим квадратные, вытянутые, горизонтально, вертикально. Это может быть формат в квадратном формате или более пролонгом, ректангулом. Это может быть вертикально или горизонтально. Здесь вид из окна не главное. Здесь окно служит как освещение, как игра света для натюрморта из цветов, которые стоят на подоконнике. Здесь художник, очевидно, не фокусирует на вид из окна, но вид из окна служит как освещение для того, что происходит внутри. Рама окна почти сливается с фоном, с пейзажем. Не акцентирован, она не создает никакого контраста. А пластическое решение цветов мы видим, как расположены цветы, которые по краях формата, фрагментарно включенные, темные и вертикальные. Они как бы создают определенную раму. Они темные, силуэтные эти цветы и создают раму для зрителя. Уже в центре, пластическое движение цветка, более свободное, которое расположено в центре цветок, более свободное. Как бы этот цветок в центре, он и является главным героем этой картии вида из окна. Здесь художник старается показать разный цвет и засохшие листья, и солнечные блики, листья в тени, цветы. И как расположен этот цветок? Он немножко от центра. То есть от него до левого цветка чуть больше расстояния, а до правого чуть меньше. То есть он ровно по центру. Так же мы видим еще такие же вертикальные стволы деревьев в правой части. То есть даже пространство за окном не решено одинаково справа и слева от этого главного цветка. Так что вы можете видеть, что в центре, в центре, в центре, в центре, в центре, в центре. Вот такая веселая интерьерная картина с окном. Вот таким замечательным главным героем, который является на солнышке, на солнышке. Может быть кому-то везет, у кого-то тоже на окне живет кот рядом с окном. Тоже можно написать. Здесь, конечно, прекрасно видно, насколько солнце привлекло художника, что солнышко, блики на столе, на полу, на котики с лавочкой, как само окно освещено. И как этот цвет по пятну расположен в каком месте колста. Обратите внимание. Несмотря на то, что здесь много интерьера, посмотрите, как решены углы картины. Это то, что мы всегда вам говорим на всех ваших заданиях, что углы в картине должны быть более тонально цельно решены. Нет контрастов на углах картины. Это всегда дает возможность зрителю смотреть туда, куда хочет, чтобы смотрел, куда направляет художник. То есть в самое интересное. В центре, в развитие света. Это будет помогать вам направить глаза зрителям, зрителям, куда вы хотите их смотреть, в композиционное центре, где свет. Что взгляд наш не выходит за рамки картины. Нам не хочется смотреть, что там дальше. Мы рассматриваем то, что нам рассказал художник. Таким образом, зрителям не смотрит на то, что там внутри. Он смотрит на то, что у них. Вот такое окно. Тоже фрагмент окна. Мы видим с отражением. Таким образом, фрагмент окна с рефлекцией. Как бы картина состоит из двух частей. Окно, которое более светлое, открытое. И рама, которая расположена в тени. Таким образом, есть два части для этого фрагмента. Есть светлая сторона, а потом есть фрагмент в шаду. У художника была очень интересная задача показать пейзаж в открытом окне и показать пейзаж на стекле. Как решить цельно, живописными средствами, изображение на стекле, отражение. Обратите внимание опять на распределение тона на раме. Как правило, рама наверху смотрится темнее, потому что она в контрасте с небом. Как правило, на поверхности фрагмента будет ярче, потому что она в контрасте с небом. А рама внизу всегда чуть-чуть светлее, потому что на нее образуются блики от горизонтальной поверхности подоконника. Деревья, которые расположены в ветке, близко к окну, более теплые. И согласно с воздушной перспективой ветки, которые дальше, они холодные. И в соответствии с ареальной перспективой правилами, чем дольше ветка, тем холоднее будет. Большое силуэт крыши. Мы видим, что под крышей тень теплая, свет наверху на крыши, который уходит дальше. Согласно законам воздушной перспективы, он опять становится холоднее. То есть, если мы посмотрим, что под крышей тень теплая, то мы увидим, что зелень под крышей тень теплая, так как под крышей тень теплая, опять же, в соответствии с ареальной перспективой правилами, будет теплым. Отражение в стекле всегда темнее, чем то, что в открытом окне воздухе. Там вперед больше света, а отражение, оно уже преломленный свет, поэтому более темный. И вот рама, которая открыта, которая идет на ареальной перспективы, которая идет на ареальной перспективы. Она всегда выглядит более темной, потому что она, во-первых, ближе и контраст больше. И она уже в помещении здесь, она темнее. И вот то, что мы говорим по обобщениям. Мы видим, как здесь манера письма очень нитудная, широкая, но видно, как меняется направление мазка. Да, когда пишется... А, как потом следующая. Итак, мы видим, что письма, которую письма использовал, похожая к письма обычной скетчейной письма, то есть впереди и большие плоскости написаны более широко, несмотря на градации цвета и тона, написаны более обобщенно. А детали в окне, ветки, структура крыши, детали силуэта церквушки, купола, можно сказать, они сделаны более мелкой кисточкой, более подробно. Таким образом, мы видим, что в предыдущем эта рефлексия более генерализована и более генерализована, и более генерализована. Вот, и тоже силуэт окна, он не давит. Здесь все находит тонально, старается все сделать гармонично художник. Силуэт рамы, и информацию внутри, и информацию в более темной части картины, в светлой, все вместе. И основной задачей было гармонично создать композицию, так что, например, письма не должна создать нижнюю силу, нижнюю силу в письме. Таким образом, фокусом на земле. Мы закончили письма с письма с открытым письмом. И есть похожее окно, но немножко другое состояние, уже вечер. И мы видим, что за окном зима и такой оранжевый закат, оранжево-желтый закат. И у художника, который знает, что такое тепло-холодность, нет проблем найти цвет рамы в тени. Так как у нас есть акцент оранжево-желтый, оранжевый, то к нему, конечно, в тени мы видим фиолетовые, фиолетовые смешанные с зелеными, в соседстве с зелеными, в сочетании. И эта игра теплых и холодных, фиолетовых, оранжевых и желтых придает всему этому, всей этой картине цветовой смысл. И как красиво художник задумывает еще маленький источник света, маленькую зажженную свечу в верхнем правом углу картины. И мы тоже видим очень интересный touch. В центре правы печатающей в тени есть очень маленькая горьковая льва. И он такой яркий, такой красно-оранжевый. Вокруг него сгущение фиолетового цвета. И, как художник пишет деревья, ветки очень внимательно по силуэту, мелкие вверху, крупные стволы внизу. Интервалы между ветками, то, о чем мы всегда должны думать, маленькие, большие, несколько одинаковых, большого пространства рядом. И так как в картине большое место занимает интерьер вокруг окна... Художник дополняет это пространство еще, продолжая информацию в окне, деталями на подоконнике, раскладывает какие-то орехи и камень, которыми их разбивает. Парнинер убивает этот участок делиберательно, с некоторыми деталями на подоконнике, как он добавляет какие-то маленькие стены или крючки на подоконнике. Теперь два похожих окна, одно весеннее и одно летнее. Начнем с весеннего. Вот весенний колорит. Художник включает сюда веточки, вербы. Весенние ветки, можно сказать, деревья. Весенние ветки на окне, которая принесла весну. Весенние ветки на окне, которые принесли весну. Деревья еще все в холодной гамме, почти нет зелени. Она едва едва нежная зелень, нежный цвет зелени на траве. Весь прозрачный, светлый. Весь холст очень цельно смотрится светлым. Гамма, в общем-то, холодная, но художник старается… почему это выглядит не графикой? Потому что мы видим здесь медово-золодой цвет в воде, отражение, видимо, солнышко в воде, в графинях которой стоит букет. Весь прозрачный цвет в воде, отражение в холодных цветах. Но мы не видим эту красоту как графикой. В частности, благодаря воде в воде, в предыдущем, он выглядит очень живым, не графикой. Весь прозрачный цвет, не коричневый, а розовый, они весной приобретают такой цвет розовый. Весь прозрачный цвет, который мы видим в вазе, они не просто белого цвета, но белого цвета. Более теплые блики на раме. Мы видим теплые листики на маленьких цветочках. Теплые листики на маленьких цветочках. Зелено-желтенькие такие теплые листики на маленьком букетике в баночке. Отражения в банке тоже теплые. И если мы посмотрим на маленький ваз, рядом с основным, в воде мы видим светлые листики. И также листики на маленьком букетике очень теплые в цветах. То есть зеленый, но вместе с зеленым. Веточки на которых вот эти вот кочки... Как мы их по-английски можем сказать? Хороший вопрос. Сображу. Но вот эти веточки, они выделяются на фоне леса, потому что лес решен более плотным, темным пятном. Мы видим, что зеленый и снаружи довольно университый, довольно университый. Так что это делает бронши, и маленькие флоры на броншах в предыдущем. Каждое окно нам говорит о каком-то определенном настроении. И каждая картинка несет эмоциональное настроение для зрителя. То есть каждая картинка это не просто констатация факта, то есть вид из окна и все, вот я вижу это. А свое отношение, вы передаете свои эмоции, восторга, грусти, радости. Так что это не так, что вы просто выделяете и это все. Вы также коммуникаете, как вы чувствуете в этом моменте. Так что вы грустный или впечатлены? Может быть. Вот второе окно, тоже с букетом, но более летнее. Такое зной, зной, полдень, очень такое насыщенное солнце. Мы видим контрасты света и тени. Здесь мы видим более насыщенные по тону, темные тона, кувшина, зелени, левые части, в смысле сами рамы. Все более плотное, темное. Не плотное, а насыщенное, яркое. Мы видим довольно сатурированные и яркие цветы в вазе, в форте, в форте, в бакграунде и в двери. Если в предыдущей картине мы видели лес еще такой едва оживающий, еще весь голубой, синий, то здесь уже все градации зеленых. Если мы сравниваем с прошлым примером, там дерево просто пришло в жизнь после вентиляции, так что он был еще в зеленых зеленых зеленых, но здесь мы используем все зеленые зеленые. Очень красиво композиционно художник расположил дорожку. Она как бы выходит из окна и нам хочется идти за этим солнечным зайчиком по дорожке туда влез. И что интересное в этом специальном примере это как художник положил путь в зеленом. Так что он выглядит, как будто он идет прямо из окна, и мы хотим его следить, вместе с этими зеленых зеленых зеленых. масштаб земли, масштаб неба, пропорции зеленого к голубому. То есть голубые у нас здесь это небо, букет цветов, облики на подоконнике, немножко текстура на занавеске. Из зеленых 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 зеленых, на свету, на вот этой большой еле и более теплые оттенки, и на деревьях, которые удаляются от нас дальше, силуэты справа более светлые, справа более темные, слева более светлые, они более холодные. Так что, если вы посмотрите на деревья, они все очень разные в цветах, так что на фронте мы видим более теплые цветы, но, как мы уже говорили, вы можете видеть более холодные зеленые, так что оно довольно легкое на левую, но на левую немного темно. Как пишется небо. Масштаб облаков. Вот таким деревьям очень хорошо найден. здесь нет огромного какого-то облака или просто плоско решенного неба, а очень красиво изображены облака, которые тоже показывают нам по направлению перспективу. Одна облака ближе, другая дальше, третья уходит за лес. The clouds are also depicted very masterfully in this example. First, they are not drawing our attention away from the trees and from this bouquet, but secondly, they still show the perspective, so we see the foremost cloud, and then the next one, and then the last one goes in perspective and behind the forest. Также, как хорошо цельно решены куски рамы, рамы окна и подоконника, то есть рамы для картины, справа и слева, как цельно по тону, если мы прищурим глаза, мы увидим весь объем внутри пейзажа в основном или немножко на цветок окна, но сама информация в тени более цельная. And once again the painter makes the shadows quite generalized, so we see that everything directly around the window frame is quite unified as a spot, whereas we see the most volume in the center, like on the vase, flowers and trees. So, as we've discussed already at the previous lesson, there needs to be only one element that's the lightest and one that's the darkest, and make sure not to repeat the same kind of spots, so the same size or the same in color and brightness. In this case, it's on the front, it's a dark vase, and next to it, the most bright white shadows. So, in this case, the main detail is clearly this vase in the foreground, because we see the darkest shade on that vase, and around it the lightest spot of light for consciousness. There is no possibility to draw the front, that is, to remove it from the view from the window, because here, inside the trees, everything is very wide, colorful, and abundant, and in order to draw the front from the front, we make more contrasts in the front. And so, this increased contrast serves to set the foreground apart from the background. So, in the background, we do still see a lot of bright colors, but they are painted in a more unified way and not as bright contrasts. So, here is one more example. Maybe not the best resolution of the picture, but let's look at the compositional solution. So, here the frame is bright yellow, and this creates the impression of a very new house, just finished. And the sky is not included at all, so all we see is a small green field and a forest in the background. The sky and the sunlight we see on the table inside, so it's reflected light only. And the still life in the forefront communicates the whole situation, the whole condition. So, this is clearly the morning, reading the morning newspaper, and it's as if the painter just went away from the table only to very quickly paint this picture and go back to his coffee or something. And here is an evening example. So, we see the sunset condition of nature and the lamp in the foreground. And we see here not contrast, but on the contrary, some unity of the interior with the landscape. That is, the situation in the landscape is灯ing the same as the light in orange windows, the light in the silhouette, the light in the silhouette of the white light, the light in the outside, and the light in the outside, and the light in the room, the same state is created. And interestingly, the painter chose not to contrast the interior with the view outside, but to actually make them quite similar. So, this light from the lamp indoors is very similar to the light that the setting sun gives in this painting. And here, of course, there is a complementary color. We see the orange, the violet, the yellow, the yellow, the yellow, the orange and the yellow. There are additional colors. All the images are built on the same relationship with heat and heat. And once again, we see quite emphasized contrast between the warm and cool shades. So, it's based on complementary colors, like on the previous example we've seen. So, yellows and oranges versus blues and purples. It's very beautiful to the sky, to the green sky above. From the yellow to the green. And the green is put in the leaves on the trees on the window. And we also see very beautiful stretching of the tone in the sky. So, it goes from yellow along the horizon. And as it goes up, it goes into a green shade, which is reflected a bit also inside on the leaves next to it. And once again, pay attention to how the tone goes along the frame. So, at the top it's darker, because it contrasts with the lighter sky. Whereas, at the bottom, the frame looks lighter, because it's contrasted to darker architecture. Here we also see the light one. The light one is the light one. The light one is the light one. Once again, we only see one brightest, lightest element, that is the light one in the foreground. And the dark one is under the window. And the next shade in darkness will be the window frame. Here is another example. Now we are dealing with an impressionist painting. So, a completely different technique. You can actually hardly see the window. The only hint we have at the window is, on the right we see the frame, and on the left we see a drape. But otherwise, we might think that the painter is just at some cafe on the terrace. You can see that everything. The entire floor, the table, the wall, the big light on the street, all this is connected in almost one tone, the colour. So, the whole still life in the foreground, and then the shadow spot, and even the drape as well, all of that is connected in a unified shadow spot. This is the silhouette of the shadow. So, this is the silhouette of the shadow. And we see a piece of light on the architecture, in the city, in the perspective. We only see one light spot in perspective, towards the top of the painting, on the architecture, in perspective. That was a very interesting creative problem the painter was trying to solve, and he actually successfully solved it. And here are a couple of examples with the art studio depicted. So, we see a still life here, at the foreground, with a drape and some objects set out, and a winter landscape in the background. So, we see quite a unified spot. and a lot of light in the winter view, that is all unified by the window, the frame of the window. and a little bit of light. Here is a similar situation where the vase without keeping pantalla with her hands, a glass with tea, a cigar with a glass, and there is a bigger bucket of colors, contrast to the winter landscape. Here is another example. And this scene can be quite relatable to many of you. We see a lot of paint brushes depicted here, кофе или чай, какие-то вазы с флорами и книгами, и, конечно же, есть ландшафт. Здесь тоже окно решено очень фрагментарно, мы не видим силуэт окна, характер, размер, в общем-то. И видим просто фрагмент окна, решение, композиционное решение через натюрморт. Вид из окна идет через натюрморт. И опять мы видим, что в окне вся эта ситуация, пейзажа, если прикрыть глаза, выглядит опять цельно и очень светло, контражурно. То есть натюрморт смотрится контражурно на этом фоне. То есть в передней ночи может быть как силуэтом, смотрится силуэтом на оконе светлого пейзажа. Это означает, что стилуэт в передней ночи выглядит как силуэт, против очень светлого пейзажа. Вот такая очень быстрая этюд, написанная, видимо, сразу за раз, не продолжая. Мы видим такой скромный натюрморт, просто графин и стакан. Драпировки и углы кровати. Ситуация кажется, что это человек в больнице. В больнице, но в каком-то таком помещении, где... Ну, наверное, заболел, может быть, и художник. И пейзаж у него не очень интересный, но он все равно написал состояние дня очень красиво. У нас на двух градаций и серых. Так, возможно, что пейзаж был, может быть, sick и в больнице, но он успел рассказать о состоянии днях, behind the window, и пейзаж нашел только правильные красоты, чтобы рассказать эту сцену. Вот такой вид из окна. Это уже получается почти картина. So here's another view from the window, and this time it's pretty much a proper painting, not a sketch. Здесь мы видим не только окно, но и открытый балкон, видим стол, ведро. Видимо, только вымытые полы блестят, мухые, и вот это отражение к полу. Такое немножко стилизованное изображение архитектуры. Это стилизованное изображение. Но мы видим воздушную перспективу, которая показывает нам архитектуру, которая очень далеко. Такие более холодные силуэты, распространяющиеся в небе почти. Аэриэльная перспектива здесь очень хорошая. Таким образом, в очень далеко от нас, мы видим некоторые здания, но они почти неизвестны, так как они засыпают в небе. Передние силуэты домов с крышами более контрастные. Мы видим такие белые крыши, и синий, желтый, окрестый дом. Впереди они более силуэтно решены, более контрастно по отношению к тем, которые дальше, в сравнении с теми. Таким образом, в переднейшем мы видим несколько деталей в домах, и мы видим яркие цветы, то есть белый на левом, и белый на левом, и белый на левом. И по сравнению, эти переднейшем домы с теми с теми с теми очень контрастными. Мы видим выбор, на всех наших натюрмортов, которые мы смотрим, выбор предметов, выбор натюрморта очень подходит пейзажу. Художник старается поставить такие предметы, которые продолжают мысли его пейзажа, то, что хочет сказать художник. И в всеми примерами, которые мы видим сегодня, мы видим, что художник выбирает объекты для тепловой жизни очень внимательно, так, чтобы здравоохранительство в домах продолжает идею всей видимости оборудования. Вот здесь мы видим такие вычурные, интересные линии крыш, необычные. Мы видим довольно деликатые, довольно декоративные линии в центре. И видим их продолжение. Вот круглый стол, интересная спинка у стола, круглые, стул, тоже элементы не геометрические, продолжение геометрических элементов. И мы видим продолжение этих геометрических, но довольно декоративных элементов в круглые, 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 колеса, велосипедные, стола и стулы. которые разнообразят эту геометрию прямоугольную. И мы видим еще более круглые, в форме балкона и комнаты. Но это также балансировано по ровным формам, как бакет под балкона, и велосипедной велосипедной в балконе. Геометрически также в такое еще есть окно. Совершенная противоположность. Если там мы видели контрасты, то здесь такое состояние белой ночи в Петербурге. So here's another example of a window. Не будем говорить о Петербурге. наверное не очень понятно. В общем состояние белой ночи. So here's another example of a view from the window, but it's very different from everything we have seen, because it is a very specific time in the year, in June, when the nights are longest and they are so light that you can hardly call it a night. So in Russia, for example, we call those white nights because they're so light. So it's probably during that time, about 20th of June. this could also be a depiction of the fog early in the morning. And see how everything burning, we don't see specific silhouettes. all one silhouettes in the other and because of this condition in nature, we don't quite see any well-defined silhouettes. It's rather each silhouettes flows into the next. interesting silhouettes окна. Here the artist placed a vertical window but in a horizontal format. And interestingly, a vertical window here is placed in a horizontal format. We see one large open one part of the window on the right quite open, so it's almost horizontal, whereas the on the left side it's still very vertical, because it's not as open. And to understand, why this window is open, we see here are pieces from which came out. So the window was lit by the wind. And we see the movement as an open window. And why the window is open? it's because most likely there was a strong gusher of wind that opened it, which we see based on those dandelions in the forefront. And so these flowers in the foreground they have those seeds, you know, like the white, really light seeds, and they are flying, so there's probably wind in the scene. And also there's a theme that we started our today's analysis of the window. When a figure is in the interior, the viewer of the window, there's the main character who lives in this atmosphere. we go back to the very first example that we have looked at today, and this is an example of a composition with a person involved, so besides the landscape we also see a person living in that environment. we see a man sitting on the window, it's also cold, he sits in the pyjama, and it's opened the children's books, it's like a canvas, maybe he was drawing something, and he sat on the window to see what's happening. So in this example we see a little boy who was reading, because we see books around, and he's holding a pencil, so maybe he was drawing, and he just stopped to look at something more carefully outside the window. This is also a genre of composition, where the main character is not necessarily related to what is happening inside the window. So the main character is really tightly connected to the whole scene. So he's participating in what is happening behind the window? In the first example we saw the painter, and in this example we just see a boy looking outside. So the painter deliberately uses quite a generalized spot, so depicts the whole scene very generalized, to show like transitive nature of what is happening. So the boy probably just sat down for a moment, and he will go about his day. So there's even a sense that the artist sits, and he can watch and watch and watch, and we see all the details of Florence. So here the boy sat, maybe, for a few minutes, and now he's running quickly. So the decision of the painting is so important. By comparison with the previous example, there was quite a lot of detail both in the landscape of Florentine buildings and in the back of the painter. So it creates this impression that she's been sitting there, and plans on sitting there for quite a while. Whereas here the boy will probably just run away. So here's another example with some interior design show and landscape and also one female character. Here we see a difficult task. The figure gets lighting from two sides, which makes it quite challenging to depict. We see that she sits closer to a window, which we don't see. The woman is sitting closer to a window that we actually don't see. So there is a ray of sunlight coming from the right that falls on her back, on her head, on the book, but we don't see that window. And at the same time, on the other side of her face, we see some light falling from the large window that is depicted on the left side of the canvas. And once again, we see the difference between the landscape as it is in reality, painted from nature. seen through the balcony door, and then we see different colors used when it's depicted through the window. So we see the lower right corner in the composition, and the the upper left corner going down along the balcony door. Those are quite dark spots. There is a dark spot of the drape connecting to the dark spot of the skirt of the woman. So the strongest contrast is placed on the female character here, so her blouse versus the drape. And, for example, the drape versus the windowsill and the cover on the table. So even though the painter did place a lot of detail in this composition, in this painting, the most, like the brightest spots, the lightest and the darkest elements are on the woman. Also, let's look at the coolness of the colors. So in the window we see more cold shades. And those reflections fall on the chair also inside and on the ground, on the floor. In the shadow, on the blouse, on the moment. In the shadow, on the blouse, on the woman. In the shadow, on the blouse, on the moment. It seems that this white shadow should be more warm, since it's in the room. In the shadow, the light is not in the dark spot. But the blouse, which is thrown out of the white paper, on the paper, they create a feeling of a violet. You would think that the blouse would just be straightforwardly white and in a warmer shade, because it's indoors. But in reality, the light that falls from the window onto the book and reflects on the blouse, looks cold, so it will make the spot white. So that's probably all for today. We have looked at all kinds of different examples of landscapes seen from the window. I hope you have appreciated how wide and diverse the range of scenes can be. and how many opportunities can open this topic for a painter. So how much opportunity there is in this task? I hope you will try to do this with your window. And most importantly, I hope that you understood that no matter what you see outside your window, it's not boring or ordinary. A painter can make any situation look interesting. So let's say you do find your view extremely boring or everyday, then set some still life in front of it. Don't go for anything over complicated, but with interesting colors. You have seen great composition opportunities in a very, so to say, a very narrow topic. It's only a window and what's behind it. But how can you imagine it in a wide area? So as you see, this is quite a narrow topic. However, there is so much possibility of how you can work with it. In one minute. There is a small lesson on the road. Here, there is a small lesson in the time. I hope we learn more about these different types of things and things that are important. There is a small lesson on the road.